Ну ладно, так, значит, а мы продолжим. Ой, сегодня я что только не делал. Так, значит, в прошлый раз мы получили, мы рассмотрели глубоко неупругое рассеяние, вот, и получили, сейчас, секунду, да, все чудесно. И получили следующее, что сечение глубоко неупругого рассеяния выражается как через структурные функции, то есть dс по dxy, где xy это инварианты, которые считаются по отлетающему электрону конечному, выражается через структурные функции протона f1, f2, там, или w1, w2. И мы эти структурные функции посчитали в портонные модели, сказали, что там они не зависят от ку-квадрата, зависят только от x, где x это доля продольного импульса протона, уносимая кварком, который участвует, взаимодействует с фотоном. Вот, еще у нас было соотношение Кауна-Гросс, которое нам говорило, что кварки фермионы. Вот, и бьеркиновский скейлинг, что вот эти структурные функции не зависят от ку-квадрата, который наблюдается на эксперименте, я говорил, да? Вот, и дальше мы вывели, собственно, если мы пойдем за пределы портонной модели, как выглядят, собственно, структурные функции. И мы получили, что структурные функции, это, значит, выражаются через то, что мы называли pdf, то есть функции распределения портона. Вот, сегодня мы будем изучать конкретно их. Вот, значит, и будем писать, как они меняются с ку-квадрата. То есть в портонной модели они не меняются, а при учете поправок они меняются. Итак, значит, меняются они с помощью уравнений. Уравнение. Вот такие. Так, Шицера, Грибова, Лепатова, Алтарелли, Паризи. Вот, значит, этих товарищей. Вот, значит, уравнение от Билап. Вот, сегодня мы выведем, ну, частично выведем, частично я оставлю на семинар. Вот, постараемся вывести эти уравнения. Значит. Грибова, Да. Можете еще раз прочитать фамилии, если всем хорошо видно. Дакшицер, Грибов, Лепатов, Алтарелли, Паризи. Вот. Грибов и Лепатов. Ну, это товарищи, как бы, наши. Дакшицер. Он, собственно, тоже из России, но он, как я понимаю, уже довольно давно живет во Франции. А это два итальянца. Вот. Вот так. Хорошо. Значит, мы вспомним, значит, что у нас есть вот такая вот портонная функция распределения, которую мы называли FQ. То есть это от X я там Q квадратное написал. Вот. Я ее теперь буду называть FQP, чтобы ну, мне нужно будет разные вот FQP, это вот FQ, то есть, если мы переходим в нашу калибровку физическую, то это выражается через число кварков на обкладке протона. Вот. И выглядела она так у нас. Значит, одна вторая, одна вторая, интеграл DZ минус на 2P, здесь ступень минус DZ минус QPP плюс X, X это вот этот самый X, Бьеркеновский, да, Q квадрат на 2P. Вот. F это же PDF, да? Это PDF, да. То есть, когда F большие, это структурные функции, а F маленькие, это PDF, через которые структурные функции выражаются. Вот. Ну, мы писали, как они там выражаются. Вот. Сегодня я структурные функции строгать не буду, поэтому это на следующий раз останется. Так. Значит, XP плюс. Замечательно. Одна вторая, сумма по спину протона, обкладка протона с чертой 0 плюс Z минус 0PP метральная. Гамма плюс. Тут Вильсеновская линия. Есть степень ИЖ. От нуля, то есть Z плюс. Z минус. D. Второй минус. А плюс. Второй минус. Так. Я уже... Вы меня еще видите? Пси от нуля. Вот кто там уже видит, да? Протон. Все. Вот. Значит, вот такое выражение. И что это? Вот это калибровочный вариантный оператор, да? Он в обкладках протона. Ну и к нему там некое интегриживание есть. Сумма, да? Вот. Ну, нам хочется понять. Мы вот это получали как, значит, ну, в главном приближении, да? Теперь, а что будет, если мы будем считать радиационные поправки к этому выражению? Вот. Радиационные поправки, соответственно, мы должны вот взять вот этот оператор, вот этот вот, Пси с чертой, гамма плюс вот это все Пси от нуля, посчитать к нему, скажем, 1-5-ое приближение. Вот. И если мы хотим только вот главные вклады выделять, то мы помним, что, например, когда мы перенормировали составной оператор, помните, у него была константа перенормировки, Z. Вот. Которая выглядит как единица на эпсилон, плюс некое число, аномальная размерность там, да? На логарифм там, m квадрат к m квадрат, где m квадрат – это масштаб перенормировки, m квадрат – масштаб размерностной регуляризации. Вот. И вот этот логарифм, скажем так, если масштабы далеки друг от друга, то логарифм большой, а все остальные вещи – это константы какие-то там. Так вот, если мы будем брать только логарифмы, то это вот логарифмическое приближение. Вот. То мы, ну, как бы, главные члены ухватим, остальные не ухватим. Вот сегодня мы будем заниматься только тем, чтобы будем брать большие логарифмы в поправках радиационных вот к этой величине. Поэтому я все и буду считать, выделяя только главные части. Значит, теперь. Ну, это, собственно, и надо делать. Как это можно делать? Это делать можно двумя способами. Это калибровочная вариантная величина, поэтому можно считать любой калибровки. Вот. И мы можем сочетать в фейменовской калибровке, например. или в калибровке, вот чтобы вот этой величинской линии не было. Вот тут у нас стоит А+. Да? Вот если мы берем калибровка N, соответственно, А плюс равно нулю. Это планарная калибровка, да? Я напоминаю, что я вводил судаковское разложение вот такое, что любой вектор, значит, К, вектор К, это был К плюс на N1 плюс К минус на N2 плюс К перпендикулярно. Да? И у нас N1 смотрел по вектору этого самого протона, то есть импульс протона был равен P плюс на N1. И мы говорили, что вот P плюс, он много больше массы, вот, потому что, то есть я напоминаю, что N1 в квадрате равно N2 в квадрате равно единице, о, пардон, нулю, а N1 на N2 это единица. Вот. То есть можно воспринимать эти векторы как N1 что-то типа там 1, 0, 0, 1, например, а N2 это 1, 0, 0, минус 1 и где-нибудь нужно поставить половину, чтобы у нас тут была единица при скалярном произведении. Вот. Хорошо. Значит, P у нас вот такой, значит, вектор, да? Вот, соответственно, гамма плюс это что такое? Гамма плюс гамма плюс это, соответственно, вот если я тут ставлю гамма вместо K, да, у нас получается, что если я что такое K плюс? это K на N2 если я помножаю на N2 N2 в квадрате 0 K перпендикулярное на N2 тоже 0 а N1 на N2 единица это K на N2 соответственно K минус это K на N1 то есть вот тут вот гамма плюс это N2 со шляпой да? Вот. Соответственно, A плюс равно 0 это все равно, что A на N2 равно 0 и мы с вами ну, по крайней мере в лекциях я писал я, честно говоря, уже не помню когда выводили правила Феймана мы с вами выводили для лоренцеской калибровки вот ну и вот для такой мы там обсуждали калибровки правила Феймана по крайней мере вот значит, что можно делать? вот если вот этот оператор я вот так вот условно нарисую где-нибудь вот вот так вот толстую линию вот скажем это у нас Z плюс Z минус это 0 вот в него входит то есть вот это вот это наша вильсоновская линия идущая от 0 до Z минус так вот это вот если мы так нарисуем стрелочки то значит это у нас наверное вот так надо нарисовать это у нас вот эти откладки Psi и Psi с чертой если я схематично это изображил да как можно считать что значит поправки поправки это означает мы понимаем что у нас тут стоит E в степени S матрица значит S матрица стоит мы раскладываем ее спускаем вершины и считаем спариваем пропагаторы как какие будут поправки поправки будут во-первых вот такие такого типа вот взяли вот такую вот глюонную поправку да вот но такие вещи мы считать умеем это значит вы считали на семинаре должны были это выражается через Z поле Psi вот то есть это известная величина по крайней мере в калибровке Феймановской вы ее уже посчитали а в этой ну соответственно надо снова пересчитать вот дальше есть вот такие поправки такие есть есть вот такие типа поправки вот ну это надо просто брать досчитать да соответственно здесь если мы используем феймановскую тут пропагатор феймановской калибровки он один вот в этой калибровке он другой дальше есть вот такого типа поправки вот это вельсиновская линия если мы ее разложим ну мы ее понимаем как ряд да то у нас будет поле а в некоторой точке вот в любой из этих точек у нас будет интеграл по положению вот этого поля и в в некоторой точке вот у нас будет поле а с точностью g да если мы одно разложим вот и соответственно будут вот такого типа поправки то есть сюда ну и сюда можно да дальше можно еще дважды разложить вельсиновскую линию будут вот такого типа поправки вот ну понятно здесь с этой стороны тоже на ногу можно повесить поправку вот вот собственно наверное все если мы ограничиваемся кварком но мы пока им ограничимся соответственно что если мы используем калибровку феймановскую вот нам это все нужно сосчитать но зато вот это мы уже посчитали вы посчитали на семинаре вот если мы используем калибровку вот эту в ней вельсиновской линии тождествен на единице так потому что а плюс всегда равно нулю в результате что у нас получается у нас получается что вот этого нет вот этого нет ну нам просто нечего спаривать у нас пропагатор будет нули сразу вот значит этого нет этого нет соответственно посчитать нужно это и это вот ну и как бы дело ваше как хотите так считайте но существует некий трюк о котором я расскажу как вот это вот получить не считая вот поэтому мы вот сейчас с вами сосчитаем вот это вот это в вот этой калибровке вот так как n2 равно нулю она называется светоконусная калибровка да ну вот это значит портонная плотность да мы говорим что портонная плотность вообще говоря ну любая величина как заряд как масса в лагранжане это некая голая величина когда мы просто написали через голый оператор это голый оператор да теперь нам нужно ее перенормировать вот чтобы вообще говоря мы увидим что вот тут есть некие расходимости когда мы будем считать непетливые поправки вот эти расходимости мы должны утопить в определении перенормированных значит сочетать расходимости утопить их в голую значит портонную функцию распределения получив перенормированную функцию распределения на неком масштабе вот это мы сейчас будем делать вот помните как мы делали как мы работали с оператором с оператором вот я говорил перенормировка составных операторов это было там два занятия назад то есть мы говорили что вот есть некий оператор да мы считаем от него некий матричный элемент вот скажем в нем сколько-то полей фи да фи 1 так далее фи n вот я сюда добавляю вот эти поля считаю однопетлевую поправку к нему вот потом помножаю на z в степени n пополам чтобы убрать расходимости которые связаны с перенормировкой вот этих полей вот и у меня возможно останется еще расходимость недостаточно для перенормировки для того чтобы это стало конечным и тогда я еще помножаю на вот некую z o которая в себя возьмет расходимости 1 петлю вот этого оператора вот и тогда это все будет перенормированный оператор вот соответственно это был голый оператор вот ну то есть это голая функция грина вот когда мы это все помножим значит то у нас получится перенормированные функции грина помните мы обсуждали вот этот момент вот здесь нужно сделать то же самое нужно написать ну если хотите перенормированную ф вот просто не до конца понятно что такое мы просто когда говорили про функции плотности да 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 как-то вот нигде не деприровал что она голая не голая еще как-то ну слушайте я взял голые поля из лагранжана и все это делал ну понятно что она голая я взял из лагранжана кхд вот эти поля пси не перенормированные и из них построил некую величину я думаю что мостик между лагранжаном кхд и портонами да это же ну как бы мы совсем мы же не раз вроде не обсуждали что ты подразумеваешь под словом портон ну вот какая-то основная частица что-то там из чего-то там портон состоит ну и ладно ну ради бога вот все что внутри написано оно пришло из лагранжана кхд откуда пришло бы вот не я думаю что очень похоже но в смысле очень похоже вот что такое где у нас было где фигурировалось когда выводили все эти портонные модели хорошо хорошо замечательно там стоял электромагнитный ток там стоял электромагнитный ток что такое ток это пси с чертой гамма мюкси пси это поля из лагранжана не перенормированные поля все вот такие дела то есть вот они там есть мы взяли в первом приближении электромагнитный то есть спрашиваю голых глионов в протоне это что за зверь или голый кварк в протоне это что за зверь или голый кварк в протоне это вообще что за зверь такой голых кварков не бывает голых кварков не бывает у меня как-то не стыкуется молитв что ну вот давай ты чуть подождешь до конца лекции состыкуется потому что сейчас я как раз определю масштаб так сказать почему было ощущение что он не совсем голый я же говорил что если я вместо протона нам с чего-то начинать надо ну с чего-то начинать надо вот я написал определение так вот насчет того сколько мы тоже сегодня поговорим вот сколько тоже поговорим вот этот потому что вот это вельсиновская линия да вот если калибровка а плюс равно нулю то у вас есть степени 0 это единица ее просто нету вот ну нету здесь глюонов вот то есть что такое вот этот вклад это вы вот эту экспоненту разложили единица плюс же интеграл от 0 до z там минус дэро минус вот тут стоит а плюс от ро минус так вот потом вы спустили из лагранжана вершину голую значит пси с чертой а со шляпой пси там в какой-то точке икс вот и вот эти два глюона спарили вот у вас получился этот диаграмм понимаете вот но вот это будет а плюс а там пропагатор будет да но в калибровке в которой а плюс равно нулю ну этот пропагатор просто равен нулю тождественно да вот ну и все вот ну вас просто поле а плюс равно нулю вот ну когда вот две из них спустите соответственно вот тут будет такой пропагатор но он тоже будет равен нулю вот мы можем выбрать любую калибровку я еще раз говорю если вы выберете калибровку другую то вы должны вот те две диаграммы считать вот а если вы выбрали такую то вы их не должны считать поскольку они исчезли вот я и не хочу их считать поэтому я выбрал эту калибровку все других причин нет вы можете взять фильмскую сочетать все там диаграмм вот нам бы вот одну сосчитать за сегодня и мы все получим потому что еще раз говорю вот это мы там найдем неким хитрым образом чтобы не считать и все так то есть выбор калибровки это только на ваше усмотрение так чего я делаю там хорошо значит выбирая вот эту калибровку выбирая вот эту калибровку выбирая вот эту калибровку соответственно вот это вот выражение без вельсиновской линии она без вельсиновской линии я вставляю в него полный набор в серединку вот полный набор в серединку знаете это равно вот давайте так чтобы мне легче жить было вот это вот я писать дальше не буду я буду просто писать обкладку п но одна вторая сумма по спинам протона то есть усредненно подразумевается хорошо вот значит ну и тут я буду писать z минус остальные нули вот вот значит тут в виду полный набор состояний n каких-то да значит а тут гамму плюс остаток значит экспонента у меня нет все от нуля протон вот что такое айдера и то есть это единица да вот мы ее тут ввели гамму плюс я вытащил это просто число да то есть операторы у нас все а гамму плюс то число поэтому я могу свободно куда угодно таскать вот значит теперь вот эта обкладка n это вообще все что может быть да то есть если мы теперь вернемся к нашим вот картинкам то они будут выглядеть вот так вот листовской линии нет у меня есть соответственно п импульс протона из него вот вылетел значит кварк один вот это вот эти вот пси и пси с чертой ну и там вторая такая же я одну буду рисовать вот ну можно так это типа п туда полетела вот и туда соответственно кварк вот теперь и тут все что угодно это это вот это n да но вот это n мы если мы хотим поправку вот такого типа значит поправку вот такого типа то мы должны из этого n выделить глюон вот мы его выделим соответственно я напишу что n n это окрестка лямбда на n с волной некая то есть тогда вот это останется n с волной а вот это будет к глюону вот и раз я считаю поправку я должен вот сюда спустить и сюда из лагранжана соответственно и g интеграл dx с чертой вот такую вещь и сюда такую же вот потом вот эти а спарить еще раз если мы хотим считать поправку мы туда добавляем вот эти вот еще два интернета да но вот тут вот у вас стоит есть степени и там с матрицы да вы из нее лагранжан взаимодействие спускайте ну как обычно ну вот сюда один сюда один если вы сюда два спустите это у вас будет поправка петлевая вот такая так вот хорошо вот теперь соответственно я могу взять и вот эти вот маточные элементы по отдельно посчитать а потом уже поставить в эту формулу чтобы ну не таскать все сразу вот давайте считать 1 значит 1 причем вот это у нас на массовой поверхности все да вот поэтому ну это соответственно раз мы окрест писали вот так расписали вот так расписали это на массовой поверхности глюк поэтому ну тут даже не спаривание будет а просто тут будет сумма по реальным глюк так вот вот давайте его посчитаем эту сумму значит так так вот у нас п с чертой от z минус а и же а интеграл дх на н с волной на н с волной и окрест окрест лямбда н с волной значит ну вот это спариваем сюда тут что вот это спариваем сюда а что мы получим мы получим мы получим и же д вот я значит значит вот это я сюда вот переставляю у меня получается протон си икс протон си икс тут у меня остается эпсилон к лямбда со шляпой вот а тут у меня будет пропагатор соответственно от x минус вот вот и тут у меня будет с волной и экспонента вот отсюда экспонента пойдет со знаком со знаком со знаком с знаком секунду я их все время забываю минус икс вот ну это просто вы вспоминаете что там при а стоит формуле для поля а и в степени минус икс вот хорошо значит написали 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 чудесно вот теперь что нам нужно вот тут у нас 4 интегрирования по иксу вот 4 интегрирования по иксу но можно ввести размерность на регуляризацию она мне собственно не понадобится сегодня вот мы тут хитрее сделаем значит dx да тут 4 интегрирования вот отсюда я хочу перейти в импульсное представление вот потому что в петельке там собственно нет и g dx а значит d l на 2p в четвертой дальше вот это число это тоже число вот это оператор соответственно этот оператор я могу написать как e в степени и импульс p действующий сюда он мне даст собственно p на x все от нуля на e в степени минус импульс действующий сюда он мне даст pn с волной на x вот и все больше зависимости от x у меня нету то есть она у меня только в экспонентах останется вот все экспонент напишу минус и x и x на l l это импульс текущий по пропагатору x минус так x минус 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 это x плюс x x вот вот хорошо 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 здесь чертой от нуля вот n а дальше вот числа пишу это соответственно е колянда со шляпой и и на л со шляпой на л квадрат и на л со шляпой на л квадрат вот это пропагатор это пропагатор ну и все я вроде бы все написал так что запуталось мы уберем вот написал написал дальше беру соответственно по x интеграл он мне дает дельта функцию какую он мне дает дельта функцию он мне дает дельта функцию е в степени и л там в экспоненте третьих н где и x p минус p со шляпой и что там это за символы это ну это импульс вот этого минус вот этой откладки n с волной а p с волной да 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 то есть мы вот тут стоит psi вот это вот x да оно стоит вот тут соответственно это то что полетел туда это импульс вот этого минус импульс вот этого вот значит у нас остался и того l плюс z минус да l плюс z минус то есть вот z компонента так дельта функция дельта функция соответственно это l плюс k плюс p с волной l минус p вот такая дельта функция ну и все что там есть дальше значит p c от нуля l словно помножить на ε на l со шляпой на l квадрате вот 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 после есть и л со шляпой поделить на l квадрат и со шляпой поделить на l квадрат фирменный пропагатор а вот фирменный пропагатор значит это вот этот пропагатор это у нас l который полетел туда вот это k который мы излучили так l это которое вот туда дальше пошло вот вот соответственно l плюс k это p минус p с волной ну вот я могу написать p n с волной это да состояние n с волной то есть если мы из p вычтем p n с волной у нас получится вот то что вот тут так вот а это l плюс k ну вот все правильно вот интегрирую по l соответственно вот это получаю ответ так и g и g на ну даже минус g сразу напишу я вот то и тоже возьму минус g на e в степени и l плюс z минус l плюс z минус значит p c от нуля n с волной и и и к лямбда так и вместо l мне нужно подставить а вот это я назову q ну q у нас больше нет она там осталась глубоко не упругом рассеяние здесь ее нет вот это назову q ну мне надо как-то его назвать вот вот то что сюда течет то есть это l плюс k вот это q вот это q вернее это минуску вот соответственно l это q минус к q минус к q минус к квадрате вот вот хорошо 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 так ладно чертой значит теперь вот это этот маточный элемент 1 который у нас тут стоял вот этот вот этот вот этот так вот если мы на этот посмотрим на второй то это на самом деле его сопряжение да вот и в нем нету зато минус равно нулю то есть его можно сразу написать это нужно взять вот это вот запрячь вот и убрать вот эту экспонент так это будет значит второй маточный элемент вот мы его сейчас все вместе напишем вот и что у нас получается у нас получается Значит, что было на 2P в степени минус E, Z минус P плюс X. И еще вот это есть. Значит, это будет плюс... Z минус L плюс. Вот, хорошо. Плюс. На самом деле L плюс я знаю, я его сюда не подставил, но вот у меня из дельта функции, которая мне его фиксирует. То есть L плюс на самом деле это, соответственно, я напишу сюда L плюс это P плюс минус P с волной плюс. Это минус, это минус K плюс. В частности, там есть P плюс минус P с волной N плюс. Соответственно, у меня будет вот тут вот эта часть E в степени и P плюс на Z минус, и E в степени минус P с волной N плюс на Z минус. Я их вот сюда вот воткну, и это у меня станет Psi от Z минус, как и было. Вот, поэтому вместо L плюс останется только минус K плюс. Вот, соответственно, я вот тут сразу его напишу. Минус K плюс. А минус K плюс. Значит, А. И тут у меня будет с чертой от Z минус. Значит, N словно. Вот, на E со шляпой, к лямбда, Q минус K в квадрате. Гамма плюс дальше идет. Вот она. Вот, и тут то же самое, но в обратном порядке. Соответственно, Q со шляпой минус K со шляпой. На Q минус K в квадрате. Эпсилон к лямбда. Вот. Эпсилон к лямбда. И обратный маточный элемент. На N с волной. Psi от нуля. На P. Так. И G квадрат вот тут состоит. И G квадрат. Так, все хорошо с этим. Вот, что, собственно, я хочу теперь сделать-то? Вот видите, вот тут вот организовалась Psi от нуля, тут Psi от z. Вот, правда, экспонент немножко другая. Вот. Ну и какой-то там вот множитель числовой. Да? Ну, собственно, вот это вот все считается. D, Rho, N с волной. И на самом деле нам нужно еще написать, просуммировать по всем состояниям глюона. То есть у нас было D, Rho, N, куда включалось вот эти все и глюон. Соответственно, вот эти все мы написали, которые внизу. Еще глюон надо написать. Это еще один интеграл. Значит, D3K, ну, на 2, я К плюс возьму, D2K перпендикулярное, ДК плюс. Вот, то есть это суммирование... Что? Куда он взялся? Это мы захотели... Значит, смотрите. Вот мы суммируем по всем промежуточным состояниям. То есть там было D, Rho, N. Да? Все промежуточные состояния, это все вот эти частицы и вот это тоже. Вот. Вот этот кусок содержит теперь только вот оставшиеся частицы внизу. Соответственно, плотность конечных состояния этой частицы, я пишу отдельно. Понятно? Вот. Понятно или нет? Ну, да. Отлично. Вот эти вот подвигают, да, это все помехи по пардонам. Отдельно смируем. Ну, по глюону. Вот. Ну, пардон, да. Глюон, значит, у нас вот так вот. По глюону. Вот. То есть у нас сколько-то частиц, грубо говоря, там, N частиц, это N с волной плюс одна. Вот N с волной здесь осталась, а одна вон там. Вот. Что я хочу из этого сделать? Вот смотрите, тут, тут у меня есть какие-то интегрирования, да. Вот я из вот этих оставшихся маточных элементов сейчас постараюсь организовать вот такое же F, но от другого аргумента. Так? F от другого аргумента. Вот. И оно будет свернуто с помощью этих интегралов с каким-то выражением. Вот. И, соответственно, мы получим уравнение таким образом на то, как меняется вот наша F при изменении чего, спрашивается? При изменении масштаба поперечных импульсов. Потому что когда мы считали в главном порядке, мы считали, что вот он летит, вот без глюона, вот он вылетел, у него нет никаких поперечных импульсов, да. Помните? Он у нас летел просто по протону с каким-то долей импульса X. И все. Да? Это что означало? Это означало, что вот импульсами поперечными, кварк, который вылетел из протона, мы пренебрегаем по сравнению с нашим масштабом там, ку-квадрат. Да? Вот. А теперь мы излучили глюон. Вот. И тут у нас образовался некий поперечный импульс, да. И вот мы по нему проинтегрируем до, значит, какого-то масштаба. И от этого масштаба и будет зависеть у нас функция F. Вот. Ну, помните, я там писал, что вот это ку-квадрат, это верхний предел интегрирования по всем поперечным импульсам, когда определял F. Вот. То есть мы можем говорить, что вот сейчас мы должны, значит, сейчас мы должны вот из этих построить такую же F. значит, хорошо, давайте строить. так, так, это вот мне не надо. Так, значит, что теперь? Теперь я помню, что вот тут я могу так написать. Я могу сказать, что вот это, это некая гамма-матрица, так, соответственно, вот тут вот альфа, вот тут вот альфа-бета, а вот тут вот в это. Вот, то есть у меня вот это число, это произведение, ну или след двух гамма-матриц неких, обобщенном смысле, значит, дираковских матриц, вот такой, который, вот если мы все это перемножим, мы всегда сможем его разложить по проектору, ну, в смысле, по структурам 16 различных гамма-матрицных структурам. Ну и вот это, соответственно, все с чертой альфа-пси-бета, вот, но, значит, ну про это мы особо ничего не знаем, так сказать, в явном виде, а это, это просто считается, ну, то есть взяли там, посчитали следы, соответственно, коэффициента при различных матрицах. Вот, но, но, мы помним, что главный вклад вот сюда, в с чертой альфа-пси-бета давала матрица гамма-плюс, вот, давала матрица гамма-плюс. Собственно, когда мы писали выражение для F, там было несколько матриц, но мы оставили гамма-плюс как главную, потому что, если мы говорим, что вот вместо протона берем кварк, который летит по протону, да, но мы так его рассматриваем, обкладку протона, то вот эта обкладка, она пропорциональна по импульсу протона будет, вот. Вот, а импульс протона, импульс протона, это P+, на N1, вот, соответственно, он пропорционален, значит, N1 со шляпой, то есть он пропорционален гамма-минус, вот. Вот, ну и, если мы, соответственно, вот из всей вот этой вот обкладки, из всей вот этой гамма-матрицы, мы ее можем разложить там на различные гамма-матрицы, но главный вклад будет давать гамма-плюс, точно так же, как тогда. Потому что, если там будет, скажем, гамма-минус, то гамма-минус в квадрате равно нулю, это N1 в квадрате, да, если там будет какая-то перпендикулярная матрица, то она тоже даст нам скалярное произведение N1 и перпендикулярного какого-то вектора, это тоже ноль. Ну, в нашем главном приближении, да, поэтому главный вклад, который мы должны взять из вот этой вот матрицы, гамма-матрицы, когда будем сворачивать вот сюда, это вклад пропорциональный гамма-плюс. Вот, соответственно, я должен взять вот эту вот матрицу, так, матрицу, и посмотреть ее проекцию на гамма-плюс. Вот. С помощью, помните, тождество Фирца? Тождество Фирца. Или не помните? На Кэт должны были быть. Люди. Я не помню. Не помню, что какого-то названия, а самоганство не помню. Чудесно. Так. Ладно. Значит, вот если какая-то... Ладно, вот так напишу. И, и, ж, и, к, л. Вот. И, и, ж, и, к, л. Разлагается на 1 четвертая сумма. Сумма, соответственно, и, 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 л, и, к, ж, и, ну вот, лучше так. Гамма. По всем 16 гамма. Вот. То есть, и, где это единицы, да? Вот такой точек Фирца. Где гаммы, это все гамма-матрицы, полный набор. То есть, гамма и эльта, это, соответственно, единичная матрица. Потом гамма-мю. Значит, потом, ну, гамма-5 есть. Гамма-5, гамма-мю. Там. И гамма-5, гамма-мю. Соответственно, сигма-меню. Ну, вот, ну и все, наверное, да? Вот. То есть, вот это полный набор. То есть, я могу вот сюда вставить единицу, и вот сюда вставить единицу. Это будут мои вот эти две единицы. И написать вот этот полный набор. Вот сюда. Вот. Но из этого полного набора я понимаю, что мне нужно взять только вот эту гамму-матрицы гамма-мю. Причем не в семью взять, а только плюсовую компоненту. Вот. Вот это то же соферцы, ну, вспомните, оно на кат у вас должно было быть. По крайней мере, когда я вел кат, мы его выводили. Вот. Это же просто полнота, да? Это просто полнота, и все, да. То есть, вот эту любую матрицу мы можем разложить по другим матрицам. Вот. И я беру главный коэффициент. Ну, единственное, что здесь можно помнить, что здесь 1 четвертая. Вот. Я беру, соответственно. Следующее. Я получаю. Одна вторая. Вот Z минус на 2P. Есть степени минус I. Z минус P+. А вот тут вот у меня стоит, видите, P плюс на X. Минус I, Z минус на K+. А вот K. K. Вектор K. Вектор K. Я выберу так. K. Это, соответственно... Это, соответственно... Я лучше... Так. Сюда. Значит, K. Это у меня... Это у меня... Я его назову так. Y на P плюс на N1. То есть, кое-то то, что летит отсюда. Вот раньше это был X, когда мы смотрели, так сказать, грубым микроскопом. Вот. И он летел туда. А теперь он... Это некий Y, который будет равен сумме вот этих. Вот. Это, значит, у нас... Это вот это. Это, соответственно, P минус Pn словно. Вот. Соответственно, K. Вектор K. 2P плюс Y минус X. K перпендикулярно. Вот такой вектор. Сейчас. K. Q. И, соответственно, L. L. L это... Это... Q минус K. Вот. Я ввел именно такие обозначения. То есть, чтобы мне было удобнее потом. То есть, у меня есть вектор K. Так. Это вектор, который вот излучился. Вектор Глюона. У него... На него есть какое-то единственное условие, что он на массовой поверхности. Да. Он на массовой поверхности – это реальная частица. Соответственно, K2 равно 0. Вот. Если вот у этого у меня было XP, координата, которая летела по протону. Вот у этого я называю YP, UQ. Соответственно, UK я возьму Y минус X. Вот. Y минус X. Вот. Первая координата. Дальше. У K есть какой-то перпендикулярный импульс. K перпендикулярный. Так. Вот. И из условия, что K2 равно 0, я достраиваю вот этот вот N2. Коэффициент при N2. Потому что K2 – это что такое? Это... Вот это в квадрате N1 в квадрате 0. Вот это в квадрате N2 в квадрате 0. Удвоенное произведение 2N1N2 – это 2. 2N2, двойка сократится, P плюс сократится, Y минус X сократится. Останется K в квадрате. Вот. И вот это вот в квадрате – это минус K в квадрате. Итого, его квадрат 0. Вот. То есть вот это я вытащил, взял из сохранения продольного импульса. Вот. А взял, дал какой-то перпендикулярный импульс моему K глюону. Вот. А вот это я посчитал из условия на массовой поверхности. Вот, я это сделал так, вот именно, ну вот это обозначил за y, а вот это за y минус x продольную компоненту, чтобы мне было удобно вот в этой экспоненте работать. Вот тут у нас, смотрите, что-то получается. Минус i, z минус p плюс, z минус p плюс, вот тут стоит x, вот, и тут еще стоит k плюс, k плюс, соответственно, это y минус x, p плюс, y минус x, p плюс. Тут у меня будет плюс y минус x, да, вот x сократятся, останется y. Вот, y я и напишу. Вот, именно из этих соображений я называл вот эти y и x, чтобы вот тут встал y. Вот, встал y, значит, дальше, дальше я вот это напишу, p с чертой от z минус, n с лунной. Вот, и мы пишем 1 четвертая из соотношений фирца, соответственно, сюда мы должны написать гамма плюс, вот, n с волной, x от нуля, p, вот. Вот, а дальше интеграл dk перпендикулярный, dk плюс на k плюс, это все равно, что dk плюс, это все равно, что я напишу dy на y, минус x. x у нас фиксировано, соответственно, dy минус x, это dy на y минус x. Это вот этот интеграл по k плюсу. И еще 2p в кубе. Это вот это, так, g квадрат, вот, g квадрат. Дальше, дальше, dRN с волной. Это здесь стоит. Хорошо. И след. Значит, след такой. Получается, если я сюда написал гамма плюс, сюда я должен написать гамма минус. Гамма минус, эпсилон со шляпой, Калямма минус, ка, 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 ка. Все. 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 Все, да не все. У меня еще есть цветовые множители. Цветовые множители, так? вот когда я вот тут у меня стоит т.а. вот тут у меня стоит т.а. вот тут мне тоже стоит т.а. вот и когда я буду брать след у меня будет т.а. 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 и тогда это cf поэтому я тут cf вот теперь вот это мне осталось сосчитать это мне осталось сосчитать это мне осталось сосчитать вот давайте еще единица на ку-к в четвертой у меня два знаменателя ку-к в четвертой и еще сумма стоит по поляризациям лямбда да сумма по поляризациям лямбда то есть вот тут сумма по всем конечным состоянием она сумма поляризации включает значит что такое сумма по лямбда эпсилон колямбда эпсилон колямбда мю-ню ну по хорошему одно из них сопряженное ну в смысле одно в конечном состоянии второе в начальном вот у нас они все все равно действительные будут поэтому это неважно что это такое помните или нет сумма по поляризации это на самом деле то что будет стоять в пропагаторе что такое пропагатор это сумма по всем поляризации да ну в числитель пропагатор это сумма по поляризации то есть это единичная матрица в пространстве в котором живут вот эти значит вектора поляризации вот но у нас калибровка а плюс равно нулю поэтому это то что называется для меню сумма такая вот это минус причем до меню вот я тут значит это до меню надо меню это же меню минус н2 мин к ню плюс н2 ню каню на к н2 вот такая сумма по поляризации то есть же меню это полная сумма по поляризации полностью единичная матрица да из нее мы должны вы убрать значит координаты пропорциональные н2 и пропорционально вектор рука вот потому что соответственно когда мы помножаем и псилом на n2 должно быть равно нулю и когда на к помножаем тоже должно быть равно нулю вот ну легко проверить что вот для такого тензора это выполняется это числитель пропагатора в светоконусной калибровки но пропагатор все так он сны калибровки собственно я его писал в лекции я правда на него особо не обращал внимание на лекциях но я думаю что в кэт вы должны были его выводить выводили или не выводили выводили чудесно там еще есть член пропорциональный n квадрат у нас n квадрат равно нулю поэтому вот он все то есть вместо вот этого и псил на x я должен был написать до меню и сюда засунуть вот до меню и сюда засунуть и и дальше вот уку уку который летит из протона мы считаем что у него поперечных импульсов его перечным импульсом пренебрегая то есть их у него нет вот все поэтому вот здесь везде мы пренебрегаем его поперечными импульсами вот как только мы им ими пренебрежем по сравнению с перечными импульсами к которые родились потом вот то есть у нас вылетел портон коллинеарный более-менее потом он распался у него появился поперечный импульс вот поэтому когда мы поперечными импульсами q здесь пренебрежем везде мы расцепим у нас ничего не будет зависеть у нас останется только интеграл вот интеграл по поперечному импульсу к и тут поперечный импульс к вот ну давайте напишу 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 хорошо числитель вот так мы делаем знаменатель еще раз пишет знаменатель это q минус к q минус к в четвертой это 2 q минус к плюс q минус к минус минус q минус к в квадрате вектор перпендикулярно все в квадрате значит что такое q минус к плюс соответственно q плюс минус к плюс это x на п плюс то есть это будет 2x на п плюс это вот это q минус к минус у q минуса нету он летит по плюс соответственно это соответственно минус к минус к минус это вот эта вещь минус конвектор плюс на игрек минус x минус к минус к минус к вектор квадрате все в квадрате вот это у нас благополучно сократиться вот это вот и И что будет? Будет. Будет, будет, будет. будет будет тут к перпендикулярной в 4 вот и к нему соответственно x делить на y минус x плюс 1 квадрат вот это знаменатель числитель так ну числитель надо брать сворачивать этот след с тензором d я не знаю это некое дело такое дело дело да вот мы можем это посворачивать вы можете мне поверить это как хотите долго но как не то что даже цели а вообще физически на питаться все происходит и зачем самое главное как вообще при том что деглаб это одна из самых важных тем курса и совсем непонятно ни зачем ни почему никак не потом пользоваться ну как это как все сразу не бывает вот я могу написать деглаб и долго рассуждать над эти физическим смыслом и так далее неплохая очень неплохая ну такое есть вот открывайте лекции факт на и там он очень долго обсуждает физический смысл вот значит ну мы тоже обсудим я просто считаю что его надо вывести а не просто написать вот хорошо но след выбрать умеете я надеюсь вот вам задание на экзамен будет след взять и вот так значит что у меня здесь получается она стоит это прекрасно пусти вычисляем которая сумма популяризация и у нас два знаменателя есть вот это два знаменателя и вот след от вот этого с граммой минус есть вот след от этого с граммой минус я вам напишу 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 значит напишу это будет и всем Вот тут двоечка забыта Вот это Так, это будет x квадрат плюс y квадрат на y минус x квадрат на y минус x квадрат на y минус x квадрат на k квадрат на 2 на 2 Вот что это будет Вот этот след весь Вот После чего Вы видите, что здесь ничего не зависит от этого n с волной Поэтому я могу написать следующим образом Вот 1, 2 Вот этот интеграл dz минус на 2π Вот это экспонента e в степени минус и z минус p плюс на y Вот эти две штуки с d, r, n с волной Это не что иное, как это не что иное, как f от y Вот y стоит, да? Поэтому это будет Значит, что остается? g квадрат g квадрат на 4 На 4 Ну вот тут еще 2 Это будет на 2 Вот Это, соответственно Тут как квадрат Тут как в четвертой Значит, dy на dk вектор на k вектор в квадрате останется здесь Вот dk перпендикулярное Вот сколько-то 2π будет и ядро вот такое которое я запишу так 1 плюс y на x в квадрате 1 минус Вот тут у меня y минус x в квадрате вот тут в первой степени останется в первой степени минус y на x Вот Значит, тут будет y останется Это вот этот y Значит вот этот y Хорошо Все Такое вот останется Так, и 2π в кубе 2π в кубе Он пропал вот сюда помножить на f q p от y Вот сюда пропал вместе вот с этими Вместе вот с этими еще cf Он никуда не пропал Так и хи-хи-хи-хи-хи Все что ли Вроде бы да Вот Ну вот это ядро Вот Вот так Если я все это напишу через LPS Если я все это напишу через LPS то я получу fq p от x Вот Здесь у меня стоит интеграл по поперечному импульсу Да Я предел не поставил И он на нижнем этом самом расходится Так Ну еще вот тут расходится Да Здесь соответственно у меня пределы от x до единицы То есть если вот тут x Вот То Ну в смысле вот летит наш исходный партон Значит С долей продольного импульса x То тот который его родил Он никак не может иметь долю меньше Вот Чтобы родить Глюон который летит вперед Вот Здесь Нужно написать Значит Пределы интегрирования для интеграла по k Какие-то пределы интегрирования Вот здесь у меня стоит q квадрат Ну так я описал вам в прошлый раз Но Мы Всегда Во всем этом вычислении пренебрегали поперечным импульсом у q Да То есть у вот этого Соответственно По сравнению с поперечным импульсом который вот здесь вот в верхнем блоке Вот поперечным импульсом этого мы пренебрегаем Это означает что Это логарифмический интеграл Да То есть Мы вот Скажем тут Напишем некое q1 в квадрате А тут мы напишем q в квадрате Вот И Что тогда получится То есть мы взяли Вот это было q в квадрате И сказали Что вот в этом Значит Вот в этом Наоборот В квадрате q1 в квадрате Вот так Вот в этом Вот в этом Вот если мы смотрим на вот эти портоны Их поперечный импульс До некого q1 Причем этот q1 Много меньше Чем наша q На котором мы смотрим Поэтому Поперечным импульсом Портонов Вот этих Мы пренебрегали Во всем этом расчете Вот Но За счет Вот такой радиационной поправки Мы Можем этот масштаб Изменить Вот От q1 До q Вот И Изменение Функции Распределения Для кварка q При изменении Масштаба поперечных импульсов От q1 До q Вот Дается Вот этим выражением То есть Смысл вот этого q Смысл вот этого x Это доля продольного импульса Кварка Смысл вот этого q Это поперечь Все поперечные импульсы Вот этого Кварка Вот То есть Вот В это выражение Включены Портоны Значит Ну это некое число Портонов Да В соответствующей калибровке То есть Это все портоны С долей продольного импульса y И поперечным импульсом До q1 В квадрат Включительно Если же мы хотим Туда включить Все портоны С поперечным импульсом Не до q1 В квадрате До q в квадрате То мы должны Вот эту штуку Проинтегрировать Вот с таким выражением И тогда у нас получится До q в квадрате Вот физический смысл Если хотите Да Еще раз Квартир Это Это примен Это что еще раз Квартир Ну я вообще Чтоб Оно не путалось С q Вот тут напишу Mu в квадрате Там 2 Равно 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 Альфа С Ну альфа С понятно Ж квадрат На 4п Тут вот 2п еще вылезет Соответственно У меня останется Только 2п Вот На cf Так Где cf Лучше Включим Интеграл От x до 1 До y На y Вот это я напишу Как П куку От y На x На логарифм Соответственно Я Mu2 В квадрате На mu1 В квадрате На f Купе От y Вот вам Одно из уровней Интеграл Чтобы это не путалось Ничего Где П куку От z Это Значит 1 Ну cf Да Правильно Вот Смотрите Еще раз Ну это решение Да Если Я Теперь Mu1 Стремлю К mu2 То это Разница Логарифмов Вот И это Поправка Которую я Сосчитал Порядка Альфа s К моей Функции f Вот А Сама моя Функция Значит Сама моя Функция Которая Без поправки Ну я ее Могу написать Как это Нулевое приближение Это первое Приближение У меня Вот Порядка Альфа s Соответственно 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 Мне получится Что f f f f f f f f x n2 в квадрате Это f f x n2 в квадрате Нулевое приближение То есть То есть Без поправки Как я вот ее писал Изначально Вот Плюс Вот это На 2п На 1п на 1п f стремиться к дифференциалу делю вот это сюда переношу вот это сюда переношу беру разность получаем что д по д логари в квадрате на фс на 2п, dy на y, dy на x на f от y мюс в квадрате вот это собственно было решение а вот уравнение деград вот вот уравнение по логарифму мю ну вот логарифм мю 1 мю 2 я имею один стремлю к мю 2 это разность квадратов логарифмов так я делю обе части на вот этот соответственно разность этих логарифмов тут остается просто п на f вот она п на f вот а тут будет разность вот этих соответственно эфов вот и это будет производная а это получается с мы ну в некотором смысле да но у нее физический смысл какой вот этой мю еще раз вот эта штука содержит все значит кварки с продольным импульсом x вот и с поперечным импульсом доме у квадрат включительно так вот доме в квадрат включительно если мы хотим изменить вот это не квадрат то есть включить в определение нашей портонной функции распределения все кварки с поперечным импульсом больше чем вот это милые там меньше то мы должны в это уравнение решить но вот тут мы решили написан да вот некотором смысле да то есть мы должны его решить то есть это уравнение говорит нам что чтобы чтобы найти как изменится функция распределения при включении в нее кварков с поперечным импульсом доме квадрат какого-то ну или до q квадрат например да если мы хотим вот глубоко не упруго рассеяние при q квадрат вот вот взять их да то мы говорим вот мы при каком-то малом мю квадрат типа там я не знаю масса протона да вот мы их например откуда-то знаем это не пертурбативные величины это начальные условия до для уравнения дегла вот а потом мы хотим знать вот эти вот функции распределения портонные при поперечном импульсе до q квадрат включительно да мы говорим мы знаем начальные условия при там одном г вида вот потом мы знаем вот это вот уравнение вот это п мы тоже знаем он написано все это вот просто некое уравнение она решается да вот мы его решим на следующий раз вот и чтобы вы решить ну то есть она решается решается мы его решаем у нас есть уравнение у нас есть начальное условие мы его решаем и находим портонные функции распределения с на масштабе q квадрат то есть смысл что на масштабе q квадрат это что туда включены портоны с поперечным импульсом до q квадрат включительно вот понятно смысл этих уравнений вот это можно назвать . перенормировки пожалуйста это уравнение ренорм группы на самом деле да но я не написано уравнение на изменение этой точке вот как вам удобно вашем процессе так и выбираете то все ровно так же что такое что такое глубоко не упругое растение что-то вы глубоко не упругое растение вот прилетела значит что-то там отлетела и вот так а вот значит теперь вот сюда есть куча поправок традиционных да вот там такие петлевые так далее вот и если мы говорим что мы а мы помним что вот это вот все выражается через некую значит через структурную функцию структурная функция она пропорционально вот этому f так значит теперь мы говорим если мы возьмем вот и будем считать сечение вот этого процесса грубоко не упругого рассеяния и вставим туда вот наши эти pdf и на масштабах мюв квадрате равным там одному гэву а q квадрат у нас я не знаю стуга ну квадратных да вот то тогда все мы все вот эти поправки которые тут петлевые реальные там и так далее чтобы включить все портоны и все петли в которых поперечный импульс характерный от 1 гэва до 100 гэв нам нужно их посчитать вот то есть вот отсюда летит что-то там с перечным импульсом порядка гэва вот и она вот на 100 гэв на этой вот рассеивается и тут вот куча радиационных поправок нам нужно считать потому что внутри будут стоять логарифмы ставят эти гэв на 1 гэв это большие величины так вот и это тогда войдет в сечении как то что сворачивается с вот вот этой портонной плотностью если в борне у нас сворачивалась портонной плотностью там дельта функция групп горитом 1 2 там какая-то сворачивалась просто число да кто за счет рад поправок вот этих там будет много много разных логарифмов вот и это нужно считать там в большом количестве петли петель чтобы вот-вот сочетать точно если же я говорю а на самом деле все вот эти вот поправки я могу от суммировать и учесть в определении моего pdf но тогда все вот эти масштабы вот врожденных частиц и петель до q квадрат они войдут в определение pdf на масштабе q квадрат вот тогда я могу просто взять это pdf на масштабе q квадрат и свернуть его вот в борне с ну вот с этой вершиной тогда фактически и получить сечение вот мою структурную функцию то есть традиционные поправки которые вот тут вот сидят я могу когда все рожденные портоны и портоны в петлях бегают от масштаба вот этого до масштаба q квадрат я их могу или затащить в определение вот вот этой вот вершины жесткой части которая сворачивается с pdf вот и взять pdf на масштабе малом там 1 1 г его или я могу их все затащить в определении pdf но взять этот pdf на масштабе q квадрат и тогда вот для жесткой части для вот этой вершины мне достаточно просто одну вершину вот сочетать вот как вот мы в борне делали все вот это вопрос исключительно того куда мы будем засовывать радиационной поправки вот эти большие логарифмы которые логарифмы отношения q квадрат и ну грубая массы там протона условно вот ну или нижнего обрезания лучше сказать вот мы которым мы ставим вот тут вот на нашем pdf вот для того чтобы все эти поправки значит затолкать в определение pdf вот есть есть уравнение дегла это понятно или непонятно зачем это вообще это уравнение деглаб это уравнение кална-симанчика если хотите вот я не знаю раньше я выводил к уравнению кална-симанчика но это тоже было невеселое занятие но только для вот той вот линии так вот то есть логика тут тут железно такая это только вот какие-то петли петли внутри до всех вершины лет еще излучение чего-то там словами ну я не понимаю что такое было раз поправки раз поправки это вот это излучение глиона ну мягкого в этом смысле да вот она пожалуйста мы его только что считали я еще раз говорил какие бывают раз поправки вот если мы рассматриваем калибровку а плюс равно нулю раз поправки бывают вот такие вот это половина если я смотрю до на маточный элемент они насечения вот это излучение мягкого глиона так вот это вот вся система x до которая там глубоко не упругом россии не было мы говорим а вот давайте мы вот эту x выделим из нее вот одну вот эту да если мы говорим что мы наши струи там я не знаю у них поперечный импульс меньше чем q квадрат вернее больше чем q квадрата это будет все в системе x там и все его не будет а если мы начнем я все-таки вот гитаре системы таки но мне еще и сразу поправки в виде каких-то мягких струй какого-то количества и вот вот этим не было помнили и том числе условно говоря ну пожалуйста но не деглап это универсальное уравнением тоже струмирует но смысле уравнение будет такое же на те функции которые получится в троих да вот а если предположим я такой взял из эксперимента вот откуда-то ну не важно тут откуда вот прям взял ты точно знаю вот этот не так вот прям знаю но хочу его поискользовать например не но вот врачей не пропону на электроне а вот например говорю вот у меня делаются два протона это будет в следующий раз рассказывать значит сейчас так но нам всему надо уже закругляться хорошо значит я посчитал вот излучение реального глюона вот петлю я вам недорассказал то есть вот к этому п ку ку будет еще добавка из петли мою следующий раз посчитаем и тогда разберемся потом с в этим самым с деглапом и с растением протонов на протонах все спасибо до свидания у кого есть вопрос я еще тут буду какое-то время то есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok